В Армении бьют тревогу. Азербайджан взял под контроль ряд высот и территорий в Лачинском районе, на границе с Арменией. Отметим, что азербайджанские военные пошли на такой шаг из-за новой дороги, связывающей Карабах с Арменией. Азербайджан занял высоты, а также основные и вспомогательные дороги. Помимо этого, была взята под контроль обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района. Своё мнение по этому поводу в интервью «Радио Свобода» высказал глава общины Туршсу Гагик Насибян. Высота, которую они заняли, находится на расстоянии 8-10 километров от села. Их конкретной целью было взять под свой контроль единственную дорогу, соединяющую Карабах с нашими четырьмя общинами. Они так и сделали. Сегодня расстояние между азербайджанскими позициями и домами сельчан составляет всего несколько сотен метров. Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанская армия взяла под контроль грунтовые дороги с севернее Лачинского дорога в части Карабаха, где временно размещены российские миротворцы. Как известно, эти пути Армения использовала для снабжения боевых позиций незаконных армянских вооружённых отрядов. Азербайджанцы полностью присматривают грунтовую дорогу Ханкеды-Турсу. Какое-либо движение невозможно, сообщил Радио Свобода глава общины Ерцаох Артак Акупиан. Появились проблемы у студентов. Они не могут отправиться в Ереван на учёбу. Азербайджанские позиции находятся очень близко. Расстояние между домами жителей села и азербайджанцами составляет всего 500-600 метров. После 44-дневной войны высоты, окружающее село перешли под контроль азербайджанской страны. Все эти территории находятся под наблюдением азербайджанцев. То, что Азербайджан взял под контроль ряд высот и территорию в Лачинском районе, вызвало бурное обсуждение в армянском обществе. Вот что они заявили в интервью с журналистами. Азербайджанцы дислоцировались на тех высотах, где проходит граница Армении и Карабаха. Получается, что в данном случае именно они диктуют условия. Армения никак не может вмешиваться в эти дела. Недавно власти Азербайджана заявили, что территория Армении составляет всего 29 тысяч квадратных метров. И так как не осуществлялась делимитация границ, эти территории не могут считаться армянскими. И азербайджанцы могут находиться там, где хотят. Самая большая опасность в том, что Азербайджан хочет поставить блокпост на границе между Арменией и Азербайджаном. Это означает, что они будут контролировать любые транспортные средства, идущие из Армении в Карабах. Думаю, в ближайшее время они обязательно откроют там блокпост. Мы полностью провалились. Эта стратегия полностью провалилась. Оказывается, что за нас выступает Иран. Иран назвать западной демократией — это абсурд. То есть за нас заступается Иран, который в союзе с Россией. Нам это не нравится. То есть мы отрицаем реальность. По-английски это denial. Мы находимся в состоянии отрицания. Реальность такая, что наш естественный союзник — это Иран. Он нас защищает, и Россия в какой-то мере нас защищает в какой-то мере. Хотя мы так испортились с ней отношения. Что будет дальше, трудно представить. Иран, если я не ошибаюсь, несколько раз предлагал нам военную помощь. И недавно предлагал провести военные учения. Но дело в том, что та группа, которая находится у нас у власти, она ориентирована на Запад. Она ждет чего-то оттуда. Или ориентирована, или связана. Да. Поэтому реального военного сотрудничества с Ираном мы не разворачиваем, чтобы не обидеть наших западных партнеров, которые совершенно не беспокоятся о том, чтобы обидеть нас. Потому что они говорят, что мы помогаем Азербайджану. У них с этим проблем нет. Но мы очень боимся их обидеть. Поэтому с Ираном мы не сотрудничаем. Иран предпримет ли какие-то военные операции здесь, я не думаю. Но я давно говорил, это есть люди, которые думают, что да, он может пойти на какие-то военные шаги. Если он это сделает, это немедленно будет использовано как повод для массированного нападения на Иран. Макрон в прошлом году писал, мы не оставим Армению. Я помню, я сам смотрел его интервью. Он говорил, мы не оставим Армению, мы стоим рядом с Арменией. Мы рядом с Арменией. Плечом к плечу. Ну где? С какого плеча? Не видно. Прошел уже почти год. Понимаете, эти агитаторы, которые получают деньги для того, чтобы пудрить нам мозги, они не дают нашему народу осознать, в какой они находятся ситуации. У Турции и Азербайджана прекрасные отношения. И с Россией, и с Европой. Они умеют заниматься дипломатией. Мы, мы как какие-то невоспитанные дети. Это дети. Они не знают, что такое дипломатия. Они думают, что надо говорить то, что думаешь. Причем в таких вот формах. Оскорблять представителей страны, которые имеют военное присутствие на территории вашего государства. Это дети, у которых нет образования, нет опыта. Я не удивляюсь, что мы в таком состоянии. Потому что столько ошибок сделать случайно, это очень трудно. Столько дров наломать случайно, это трудно. Мне кажется, что это план. Это план нас оторвать любым способом. И это нужно Западу. Чтобы Армении не было. Армения здесь появилась после развала Российской империи, после развала СССР. Правильно? Этот кусочек им мешает. Посмотрите по фактам. Посмотрите по фактам. Прошло пять лет. Правильно? Мы потеряли совершенно все. Мы потеряли всю нашу дипломатию. У нас нет союзников. Рядом с нами никого нет. Вы спрашиваете, что нужно сделать, чтобы не потерять Карабах? Мы давно потеряли Карабах. Не нужно себя обманывать. По решению Азербайджана и Армении, российские миротворцы должны остаться в Карабахе на пять лет. Осталось всего два года. Это говорит о том, что мы потеряли Карабах в 2020 году. То, что делается сегодня, это последние отчаянные шаги. Вы спрашиваете, почему нас не поддерживают другие страны? Армения является рабом России. Десятилетиями они навязывали нам чувство страха. Об этом хорошо знают на Западе. Если мы ждем чьей-то помощи, мы должны заслужить это. Мы ужасно обеспокоены. Кроме Карабаха ни о чем не можем думать. Что будет с нами? Что нас ждет впереди? Если в Карабахе не останется армян, то и нас не будет. Потому что Карабах – это наши защитные ворота. Что потеряла? Что ищешь? Какой еще Карабах? Какая дорога? Если у нас было бы нормальное руководство, мы бы не пережили бы все это. Посмотрите, что творится в стране. Они полностью уничтожили Армению. Уже боимся даже жить в Ереване. Когда обращаемся в Евросовет за помощью, мы должны учитывать интересы этих стран в данном регионе. 30 лет тому назад мы должны были решить вопрос Карабаха, но не сделали этого, оставили на произвол судьбы. Сегодня от нашего правительства ничего не зависит. Данный вопрос будут решать мировые державы. С каждым часом азербайджанцы укрепляют свои позиции в Зангизурии. Невооруженным глазом можно увидеть позиции азербайджанских военных в селе Тек. 40 гектаров территории перешли под контроль Азербайджана. Об этом передают армянские СМИ. То, что азербайджанские военнослужащие находятся в селе Тек, в интервью «Радио Свободов» возмущенно сказали и жители села. Вон там их машины стоят, их техника спокойно работает. Причем на нашей территории, представляете? Где хотят, там поднимают свой флаг. Говорят, что это их территории. Защитите хотя бы те 29 800 квадратных километров, о которых сказал Пашинян. Зачем он сидит в Ереване? Пусть придет, увидит, как работают КАМАЗы азербайджанцев. У нас разве нет обороны и национальной безопасности? Посмотрите, что творится. Они не нарушают границу. Все работы они ведут на своей территории. Это просто смена дороги. Нет повода для беспокойства. Мы постоянно слышим заявление Ильхама Алиева. Каждый раз он говорит, что азербайджанцы должны вернуться в Карабах. Зангизур и западный Азербайджан. Не могу понять, зачем они строят эту дорогу? Для того, чтобы отсюда отправиться в Нахчеван? Азербайджанцы без единого выстрела взяли под контроль территории в Зангизури. Речь идет о Силе Тейк. С вопросом на эту тему журналист Урагир Ньюс обратился к жителям Еревана. Мнение респондентов разделилось следующим образом. Непонятно, как такое могло случиться. Вы спрашиваете, почему власти не принимают меры, а что они могут сделать? Если могли бы, то сделали бы уже давно. Вы говорите, азербайджанцы находятся в Зангизуре? Говорят, когда Путин приедет в Армению, нужно его арестовать. Сегодня войска Путина находятся в нашей стране. Конечно, так и должно было быть. А чего вы хотели? Власти Армении не хотят, чтобы погибли люди. Они не хотят принять решительные меры. Мы даже не готовы к каким-то действиям. Если в течение 30 лет ничего не сделали для страны, что смогут сделать сейчас? Вы говорите, что в Азербайджане называют Ереван своим. Если они захотят, так и будет. Думаю, Армения вооружается, чтобы не допустить этого. Время покажет, что будет дальше. Как я уже сказал, власти не хотят новых жертв. И так в Армении людей не осталось. Азербайджан никогда не претендовал и не претендует на чужие территории. После окончания Второй Карабахской войны азербайджанская армия начала укреплять свои позиции в Зангизуре. На многих высотах уже установлены флаги Азербайджана, что, конечно, не осталось незамеченным со стороны проживающих там армян. Азербайджан